Избежать конфликта поможет спектакль. Такую форму работы со школьниками выбрали специалисты регионального центра молодежи. Подростки на время становятся актерами. Каждый должен сыграть свою роль. Скромной студентке, коменданта, высокомерной моднице. Все зависит от выбранного сценария. Разобрать ошибки своих героев ребятам предстоит вместе с психологом. Зачем вы это сделали? Собирай свои вещи и уходи. Давай, давай, пошевелись. Две студентки в общежитии недовольны новой соседкой. В такую ситуацию вполне может попасть скромная первокурсница. Такая, как Яна Воронецкая. Поэтому ей и досталась роль тихой девушки. Нападки со стороны ей приходится выдерживать часто. Как избежать конфликтов, Яна не знает. Зажимаюсь и пытаюсь найти как-нибудь выгоды, просить у кого-нибудь помощи и совета. Попытка школьницы подружиться часто оборачивается еще большей агрессией. Как и в спектакле, роль надменной третьей курсницы досталась Никите Петрову. В ней парень чувствует себя органично, признается. Сам часто подшучивает над сверстниками и дерзит старшим. Однако вмешательство психолога изменило его настрой. Мне кажется, проблем во мне, что лучше защита – это нападение. И так часто и случается. Сейчас будешь держать свою агрессию? Конечно. Буду стараться меньше как-то нападать, больше обороняться. Театральный эксперимент помогает ребятам взглянуть на себя со стороны. На импровизированной сцене подростки сталкиваются с многочисленными проблемами. Стремятся стать независимыми от родителей, учатся строить отношения со сверстниками. Сначала актеры проигрывают полный спектакль предложенной пьесы. А потом вместе с психологом Натальей Саватеевой делают работу над ошибками. Так подросток лучше запомнит правила поведения в конфликтных ситуациях. Может быть, они не были в этой конфликтной ситуации, они проигрывают роль, они переживают, проживают ее. И мне кажется, им легче будет найти выход из ситуации. Они себя видят со стороны. Может быть, они никогда не конфликтные люди абсолютно, но они себя увидели со стороны конфликтного человека. Может быть, они вспомнили, что так делать нельзя, а к чему это приведет и последствия, какие могут быть последствия. Актеры проживают роль на сцене, зрители тоже участвуют. Их задача – найти выход со стороны наблюдателя. Поставить себя на место других людей, почувствовать, каково им быть, когда на них агрессируют. И стараться быть добрее. Что интересно, инициаторами тренинга выступили школьники. Для многих этот год выпускной. Впереди поступление в ВУЗ. Страх нового коллектива пугал, признались ребята. По их словам, театральный эксперимент помог его преодолеть. Ксения Туечкина, Андрей Кузьмин, Антенна 7.